У вас ремонт полным уходом идёт здесь? Ну, заканчиваем уже. Практически осталась уже штучная работа такая, мы заканчиваем. То есть полы есть, потолки есть. Здесь гардеробная? Да, здесь будет гардеробная. Две просторные комнаты, два санузла, большая прихожая. Вячеслав Скрипка до сих пор не верит. Он уже и не мечтал получить эту квартиру. История стандартная. 15 лет назад мужчина вложился в стройку в жилом комплексе в Мичуринском тупике, но застройщик прогорел. Достраивала дом другая компания по своему проекту. Вместо 10 подъездов – 3. Более 180 человек остались без жилья. Вячеслав уже не верил, что всё-таки сможет получить квартиру. Долгих 15 лет мужчина боролся за кровные 65 квадратов. Новый глава, химок, нам пошёл навстречу. До этого от нас как от прокажённых шарахались. Потом потихоньку, вроде бы, мы с ним общий язык. Я у него где-то раза три на приёме был лично. Понятно, что им не так просто было, потому что всё-таки ситуация в нашей стране. То кризис, то ещё что-то. Долгожданную квартиру решили отдать младшему сыну. За 15 лет он вырос и успел жениться. Ремонт почти закончен. Квартиру решили оформить в мягких зелёно-розовых оттенках. Особенно хозяев радует вид из окон. С 13 этажа открывается панорама на вид исходни. Много света и воздуха. Жильё получили уже 45 обманутых дольщиков из жилого комплекса в Мичуринском тупике. Ещё 57 получат квартиры до 2023 года.